Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале ProDvizhenia. В этом видеоролике хочу показать вам одну очень классную, прикольную, а самое главное полезную настройку, о которой вы, возможно, знали, но вы ее никогда не применяли. Эта настройка 100% вам поможет, когда вы потеряли свой телефон. И вообще, реально очень крутая настройка, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, внимательно смотрите это видео до конца, ни в коем случае не перематывайте и давайте начинать. К сожалению, дорогие друзья, бывают такие случаи, когда мы теряем свой телефон. Кто-то у нас его бывает украл, где-то сумки вытащил с кармана, или мы оставили его в кафе, или там где-то на улице приходим за ним, а его уже нету. И мы очень сильно переживаем о том, даже бывает такое, что мы даже уже не переживаем о своем телефоне, а переживаем о том, что у нас остались в телефоне всякая наша информация, то есть наша фотография, наша сим-карта, да, мы не хотим, чтобы потерять. Бывает у кого-то красивый номер, бывает там, ну, то есть сохранены контакты, да, то есть это ваша личная информация. И мы очень часто из-за этого переживаем, когда у нас украли телефон, мы его не можем найти, мы думаем, что же делать, все, то есть сим-карту свою потеряли, некому позвонить, номеров никаких не знаем, все осталось там на той сим-карте. Но давайте я вам сейчас, друзья, покажу, как этого можно не допустить, и телефон, который у вас украдут, как сделать так, чтобы никто не смог с него дозвониться, то есть какой-то мошенник, да, или какой-то вор, который у вас украл, чтобы он не смог никому позвонить. А еще, друзья, как назло, на наш номер телефона привязаны все карточки, да, там какие-то банки, какие-то, ну, вообще все привязано на наш номер телефона, да. И мы, друзья, переживаем из-за этого, что же делать. То есть если сейчас мы потеряли телефон, человек, который у нас его украл, или который забрал, он сейчас зайдет, просто все деньги, которые у нас были на карте, переведет, там еще что-то, ну-ка, то есть он сможет воспользоваться нашей информацией, нашими карточками, там, социальными сетями и так далее. И давайте я вам покажу, друзья, как этого не допустить, как можно это исправить. Возможно, друзья, у вас еще не украли телефон, но я как бы так говорю, да, потому что у всех это может быть. Вдруг когда-нибудь, даже если вы сейчас подумаете, это ерунда, меня никогда не украдут, но все равно, друзья, если не сейчас, то там завтра, или через год, или через 10 лет. Поэтому давайте я вам покажу, как можно сделать так, чтобы человек, который у вас украдет ваш телефон, он не смог воспользоваться вашей информацией, вашими банковскими карточками и так далее. Для этого нужно просто зайти в настройки, смотри, друзья, я перехожу в настройки, показываю на телефоне Xiaomi Redmi Note 7, перешел в настройки, дальше в поиски, пишу конфиденциальность, вы пишете в своем телефоне конфиденциальность, вам нужно найти, пролистывайте немножко вниз, смотрите, у меня это вот там блокировка сим-карты Vodafone, у меня это MTS, я живу в Украине, если вы живете в России, выбирайте свою там сим-карту Beeline, Megafone, MTS, Tele2, вот, дальше находите блокировка сим-карты, или можете зайти в настройки и в поиске именно написать блокировка сим-карты, дальше здесь ставим галочку блокировать сим-карты, для использования телефона необходимый пин-код, то есть, когда человек переставит вашу сим-карту в другой телефон, или когда он включится в ваш телефон, то там будет написано введите пин-код, то есть, когда человек украдет ваш телефон, и он его захочет включить, или переставит сим-карту в другой телефон, то он его не сможет активировать, то есть, там будет написан пин-код, И для этого нужно поменять Почему? Потому что, как вы знаете, всегда, да, многие люди вообще никогда не меняют пин-код То есть у всех стоит по умолчанию 400 или 4 единицы, да Вы, когда разблокируете 400, написали, написали там свой пароль и открыли, да Но, так как вы понимаете, что вот эти вот 400 все знают, нужно их поменять Мы нажимаем «Изменить пин-код сим-карты» Здесь написано «Поставьте прежний» У меня точно так же стоит 400 Я нажимаю «Ок» И теперь написано «Новый пин-код сим-карты» Я ставлю 4 единицы Нажимаю «Ок» Вы можете поставить там какие-то свои, да То есть это я вам просто на примере показываю Вы ставите там свой какой-то год рождения или еще что-то Я просто ставлю 4 единицы Меняем блокировку Вот, пин-код сим-карт успешно изменен Все, друзья, то есть это очень быстрая настройка, которая реально облегчит вам жизнь Потому что, ну, все может быть в жизни, да Сегодня у вас не украли телефон, там через неделю, через два месяца, через год у вас украдут И вы вспомните о том, что вы смотрели это видео И поменяли пароль И вам это реально поможет Никто не сможет воспользоваться вашей информацией Вашей там карточки и так далее И вообще у вас будет все отлично Друзья, если вам понравилось это видео И у вас получилось по моему способу заблокировать сим-карту Я думаю, обязательно у всех получится Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Всем огромное спасибо за просмотр Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok